сколько всего написано о приседаниях снято обучающих и мотивирующих видеороликов но все равно люди продолжают совершать смешные и порой глупые ошибки которые и становятся причиной травм и недомоганий если вы грамотно выполняете движение то никакие травмы вам не страшны запомните это и перед тем как перейти к работе с весами научитесь технически грамотно работать с пустым грифом бодибаром или даже палкой от швабры неважно как много времени это займет пусть даже пару месяцев а именно так и должно быть тем самым вы запишите технику себе на жесткий диск выражаясь компьютерным языком для чего это нужно это просто необходимо для качественной а главное безопасной работы с железом задумайтесь когда у вас на плечах сотня другая килограммов вы должны думать только о том как стать с данным весом вы не должны думать правильно ли вы выполняете приседания правильно ли вы заняли стартовую позицию ровный ли у вас позвоночник не выпрямляете ли вы колени верхней позиции не выводите ли вы их вперед при начале движения все эти технические характеристики упражнения и многие другие не должны крутиться у вас в голове и сознании все они на уровне подсознания должны быть прописаны там иначе это будет отвлекать вас от основной работы как вы думаете сколько штангисты отрабатывают свои движения толчок и рывок с деревянной палкой а затем и с пустым грифом чтобы довести их до автоматизма чтобы действие превратилось в навык я специально не буду говорить сколько кому интересно сам найдет эту информацию лучше всего пообщайтесь с кем-нибудь из представителей данного вида спорта скажу лишь одно продолжают они это делать на протяжении всей своей карьеры это жизненно важно для них ибо когда штангист подойдет к снаряду на соревнованиях или даже на тренировке он должен думать только о том чтобы поднять его вверх над головой если он будет отвлекаться на внутреннее контролирование каждого технического действия на протяжении разных фаз упражнения что с ним будет вот теперь еще один очень важный вопрос для чего же все таки кроме сохранения здоровья штангисты отрабатывают месяц за месяцем год за годом на протяжении всей своей карьеры все свои основные соревновательные движения все очень просто только при идеальной технике спортсмен способен поднимать огромные веса они из-за того что он такой сильный конечно никто не опровергает силу тяжелоатлетов но один и тот же человек при идеальном техническом исполнении поднимет гораздо больший вес чем при корявом вот и потеют молодые парни середнячки и даже опытные атлеты до мельчайших нюансов отрабатывая технические действия на протяжении всей своей карьеры с пустым грифом и деревянными палками так поступают все представители силовых видов спорта и других кстати тоже что же происходит в тренажерных залах а сейчас еще и в кроссфит центрах просто страшно людей чуть ли не с первых дней нагружают на приседаниях и становых тягах жимах лежа и стоя а потом мы получив травму виним упражнения а не тупого инструктора и самого себя что не прислушивались к своей интуиции и было неудобно послать этого дебила подальше запомните идеальная техника это залог вашего здоровья и тяжелой продуктивной работы с тяжелыми весами это уверенный прогресс в заданных вами задачах и целях другого пути нет все другие пути приведут к травмам и разочарованием перед тем как переходить к работе с отягощением а для некоторых даже с пустым грифом в 20 килограмм необходимо осваивать технику движения с палкой от швабры или с бодибаром на это может уйти неделя месяц или больше но это того стоит ибо если вы думаете что отстанете от графика или друга который начал тренироваться одновременно с вами вы ошибаетесь научившись правильной техники и доведя ее до автоматизма или по-научному превратив ее сначала в умение а затем и навык вы выйдете на недосягаемый уровень для тех кто начал свой путь в тренинге сразу же работая с весами и что еще очень важно после того как вы выработаете умение наработаете умение превратите его в навык вы больше никогда не будете задаваться вопросом мотивации ибо все это превратится в привычку кому непонятно советую полазить по инету и почитать об этом но большинство читающих мои статьи слушающих видео уроки мыслящие люди и я уверен без лишних объяснений понимают что к чему почему большинство бросают свои тренировки пытаются искать какую-то мотивацию вместо того чтобы наработать ее внутри себя давайте еще немного ознакомимся как и что и откуда вытекает в целях развития способности управлять своими движениями познания закономерности движения своего тела мы с вами должны обучаться техники выполнения любого упражнения после чего возникает умение его выполнять после по мере дальнейшего совершенствования умения переходит в навык и умение высшего порядка умение характеризуется сознательным управлением движением вы сознательно контролируете каждую из вас движения подстраивая ее под свои возможности и способности анализируете само движение и работу своего тела в нем умения это способы успешного выполнения действия соответствующие целям и условиям деятельности они всегда опираются на знания главное в управлении умениями заключается в обеспечении безошибочности каждого действия возможность приспособления системы навыков к изменяющимся условиям деятельности с сохранением позитивных результатов работы вы понимаете что даже после того как превратите свое умение приседать с пустым грифом в навык и начнете работать с более тяжелой штангой набавляя вес за счет блинов вам придется постоянно совершенствовать свою технику и формировать ее все новые и новые умения и навыки умения в отличие от навыков всегда опираются на активную интеллектуальную деятельность продолжая тренировки направленные на освоение техники мы постепенно формируем двигательный навык при сохранении относительно постоянных условий обучения но при росте количество повторений либо веса двигательный навык оптимальное владение техникой движения полностью автоматизированная и контролируемая только на уровне подсознания навык составляют полностью автоматизированные компоненты действий сформированные в процессе упражнений его роль заключается в освобождении сознания от контроля над выполнением приемов действия и переключение его на цели и условия действия физиологической основой навыка является образование в коре больших полушарий устойчивой системы временных нервных связей и их функционирования динамический стереотип обратите внимание на словосочетание система временных нервных связей да вы все правильно поняли если не практиковать постоянно какое-либо движение с целью поддержания и сохранения и даже улучшения этих нервных связей система связей распадается и вы потеряете навык и умение это к вопросу почему тяжелоатлеты на протяжении всей своей карьеры неустанно отрабатывают свою технику двигательные навыки это освоенные и упроченные действия которые могут осуществляться без участия сознания и обеспечивают оптимальное решение двигательной задачи вспомните те кто водит автомобиль когда вы уезжаете в отпуск и неделю-две не садитесь за руль возвращаясь вы чувствуете какой-то дискомфорт но это всего лишь отсутствие работы и вы теряете умение навык не избавляетесь за это время от него полностью но все-таки вы ощущаете это на себе при формировании двигательного навыка в центральной нервной системе последовательно сменяются три фазы нервных процессов первое это объединение отдельных элементов движения в целостное действие и радиация нервных процессов с генерализацией ответных реакций и вовлечением в работу многих мышц при первых попытках выполнить новое двигательное действие в коре головного мозга возбуждаются одновременно нервные центры обеспечивающие выполнение данного движения и соседние не участвующие в работе движение закрепощено второе это концентрация возбуждения улучшение координации устранение излишних движений ненужных движений после неоднократных повторений нервные процессы в коре головного мозга постепенно локализуются в тех центрах которые непосредственно обеспечивают выполняемое движение формируется двигательный навык и третье это стабилизация высокая степень координации и автоматизации движения умение высшего порядка выполнение двигательных действий автоматически без непосредственного контроля сознания включение только тех групп мышц которые обеспечивают двигательное действие как вы считаете понимая теперь весь процесс формирования правильной техники движения возможно ли сформировать все вышеперечисленное за неделю или даже за месяц конечно же нет привычка это компонент действия ее основе лежит потребность как говорилось выше она формируется после того как вы превратили свое умение в навык это к вопросу о мотивации но зачем нам думать о мотивации когда у нас есть потребность вам нужна мотивация чтобы есть пить спать заниматься любовью уверен что не нужна точно также превратите свои тренировки в потребность через формирование привычки и вы больше никогда в жизни не будете думать о мотивации больше того все кто постоянно находится в поисках этой мифической субстанции просто напросто занимаются ерундой вместо того чтобы тренироваться грамотно начиная с освоения техники которая приведет к умению и далее по списку приведет к потребности теперь я с чистой совестью могу перейти к вопросу вынесенному в заголовок видео стартовая позиция начнем с расположения грифа на плечах обратите внимание на плечах а не на шее как получается у большинства если смотреть со стороны то гриф должен лежать на трех точках две из них это задние дельты и третья это верхняя часть трапеции которая за счет сведенных вместе лопаток формирует некий бугорок на котором и будет лежать гриф только такая позиция грифа позволяет минимизировать давление на шейные позвонки и работать с большими весами само положение грифа на трех точках обеспечивает его устойчивое положение нежели как это происходит у тех кто кладет его высоко на шею под сядьте под гриф и четко расположите его так как я рассказал выше полностью убедитесь в удобности и комфортности положения и в том что гриф четко лежит посередине после того как вы глубоко вдохнете и со сведенными вместе лопатками сделаете небольшой шаг назад вы не должны производить никаких действий по установке грифа на плечах как это делает большинство это прямой путь к травме и обратите внимание на то что ходить далеко назад с тяжелой штангой на плечах тоже не самая удачная идея для здоровья позвоночника и когда вы будете работать реально с большими весами вам просто необходим будет монолифт в реальных качалках он обычно присутствует надеюсь вы не посещаете фитнес забегаловки монолифт это специальные стойки которые позволяют вообще исключить ходьбу со штангой на плечах так как стойки в нем после того как вы примете вес на себя отъезжают после этого проконтролируйте себя сверху вниз шея является естественным продолжением позвоночного столба либо слегка приподнята вверх взгляд направлен четко перед собой или немного выше и никогда на протяжении всего движения не опускается вниз лопатки сведены вместе весь позвоночный столб сохраняет свое естественное положение то есть все свои естественные прогибы и изгибы колени слегка согнуты и при выполнении каждого нового повторения в верхней точке всегда остаются слегка согнутыми вот все что касается стартовой позиции в следующий раз поговорим о начале движения следи за техникой и будешь всегда здоров и силен это основа залог база долгих грамотных тренировок это канал хэви метал джин специально для вас если вам что-то непонятно и у вас возникают какие-либо вопросы пишите их в комментариях я на все отвечаю а с вами ребята мы увидимся в тренажерном зале всем пока